Мне к Николаю все-таки просьба ответить на вопросы пчеловодов. Ну, пожалуйста. Потому что вопросы есть, больше по практической части пчеловодства. То есть, какие у вас пчелы, какие ульи. Многие меня спрашивали, каким образом вы всех пчел на зиму стряхиваете в траву. Никак никто не может понять, как такое может быть, как так рука поднимается. Вот это все расскажите, пожалуйста. Своими словами. Какие заставят. Именно о практическом пчеловодстве. Да, практическом пчеловодстве. Ну, мы все равно растеряем. Мы сами не стали нам усиливать. Ну, последние годы у нас довольно-таки удачное пчеловодство. Потому что у нас были в 10-м году пожары. У нас сгорел лес. Деревня осталась, а лес кругом в деревне сгорел. И мы стали прибыльные пчеловодства. До этого мы были убыточными пчеловодствами. А мы стали прибыльные. Где вы спать находите? Около дома. Не верно в свободу. Дом-то ли? Какой районский? Песняковский. Песняковский район. Да. И, значит, пчелы стали, в общем-то, жить. Когда первый год после пожара было очень много иван-чая. Вот такой был случай. Значит, одна безматочная, улейшка порохенькая, безматочная, слабенькая. Ну, я так, некогда занимать, там, 4 рамки что-ли было. Оставил потом, займусь с ними. Просто так, это в рост вобычу, а это, ну, летает, летает. Матки нет, ну и бог с ним. Ну, короче, я и забыл про него. Вот, делов много. Потом, значит, я уже, когда мед качать начали, я, господи, я так, ничего. Раз, открывай, а рамки полные меда. Это вот, я к чему говорю. Вот, взяток с иван-чая был столь сильный, столь огромный, что эти, вот эти рабочие особи, которые были без матки, и у них, кстати, даже эти не появились, как их, крутовки не появились, да. Но они натаскали меду, и хоть осталась горсть, но все 4 рамки были и запечатаны. Вот это о чем говорит? Это я говорю о том, что, насколько сильна связь, а вот пчел, пчел с медоросными растениями. Вот если иван-чай давал просто массу меда, ну там, может, тысяча гектаров от иван-чая, это красные леса стояли. Вот, лес сгорел, красный просто от иван-чая. И он давал, значит, взяток очень долго, и оттавы еще давал, до сентября у нас был хороший взяток, 2 месяца примерно, иван-чай. И вот он сколько дал, он, какой силы эти нектары указывать на пчел. Эти пчелы, которые не имея матки, значит, занесли и запечатали. Хотя их там было очень много, даже мало. Это было для меня удивительно. Раньше это было, значит, там, трутовка и все прочее, а тут мед в 4 рамки. Вот это было удивительно. Ну, почему я выкидываю пчел? Ну, вот сейчас, допустим, у нас было 100. Куда мне 100? Нам 50 хватит за глаза. Поэтому все, что, значит, небелонадежно, все, что старые матки, все прочее, мы отбираем мед, это все выкидываем. Значит, ну, говорят, мне жалко или все прочее. Ну, жалко, когда весной вытаскиваешь, а не дохлая. А когда ты осмысленно это делаешь, а тут жалеть не приходится. Это просто осмысленная работа. И это дает еще большой плюс, что клеща выкидываешь половину на пасеке, так скажем. Клещ, ты выкинул пчелу, и сдохнет клещ. Ну, это, я и раньше это практиковал, потому что нужно, чтобы пчелы были здоровы, нужно ежегодно выкидывать все, что недоброкачественное. У нас Кавказ с охозных времен. Кавказ был, значит, бичем наших пасек, и он до сих пор бьет, до сих пор появляется. Они грязные, они, так сказать, слабые, они болеют. Но их завозили тысячами, и они просто-напросто забили нашу местную пчелу, которая была. И вот без конца приходится браковать. А как браковать? Вот именно жестко, выкидываешь, надежно. Я раньше пробовал, как учили в учебниках, соединять пчелу-то, осень, соединить. Но когда соединишь, они очень плохо зимуют, как правило. Они, их становится много, они съедают много меда. Но это надо отдельно. Над тем, вы говорите, это довольно-таки длинный разговор. В общем, это результата соединение не давало положительно никогда. Я вот этот отказался. Я просто оставляю лучше, плохое выкидываю. И это срабатывает и довольно-таки хорошо. Но вы в какое время, в каком месяце, когда вы так делаете? Как отдачиваете, так вытряхиваете. Ну, ну, расплод вышел. Пока расплод есть, не будешь вытряхивать, иначе рамки не испорьте их. Вышел расплод и начинаю вытряхивать. Но это месяц какой? Синтересно. Зачем это хоть? Нет, ну, правда, те пчелы, которых вы вытряхивали, они взять... Ну, я не в прямом смысле, что на траву вытряхиваю. Я их вставляю в улья. Я им перегородку оставляю, накрываю холстик, они забираются, сидят там. Которые первые вы... На стойку делают. У них себе даже сотки отстроят, все прочее. После нельзя так использовать. Но рамки я им не вставляю, чтобы они не портили. Если уставишь рамки, они забьются туда. Он уже сот будет негоден. С августа и до сих пор вот эта проблема идет. Вот качать сразу не успеваешь, ага, осталось там пяток. Вот в август, в октябре вот отбираем мед. Это не имеет значения, когда. Главное, чтобы не было расплод. Нет расплод в июле. И в июле это сделали. Но их не так... Если будешь вытряхать, они разлетятся. А если вы ставите в своем улье, у них такой станции, и то погибнут. У них не будет, так сказать, разлет крови. Вы траву выехали? Нет, нет. Улья оставляю, я в улье. Но у меня, главным образом, лежать нет. Я их стряхаю просто, улья. Они собираются в самую доску, в холстик на краже, куда-то холстик, они собираются к лугам. И все. Но зато они чистые, можно торговать смело этим, как подмором. Ничем не травленным. И настойки делать. И настойки можно. Вот такая это система. По первости, это казалось, так сказать, дико, но потом понимаешь, что это не в ходе им спроса. Если будете делать, не будете объединять, вот это... Ну, в книжках везде у нас интернет сейчас везде. Слабые объединяют. Но это глупость полная. Если одну больную, винить с другой больной. Ну, слабые почему? Значит, у нее есть какой-то есть этот недостаток. Это недостаток в пчели, в матке, еще в чем-то. Но есть недостаток. И выехать две недели, два гнилых. Большой гнилый один получится. Ну, полагаю, как-то вот это по-детски воспринимаем. Натриахали пчелы. Ребята, это же один организм. А мы два гнилых соединили. Мол, много? Нет. Это два гнилых организма соединились. Получился один гнилый, и все. Большой. Да, он большой, пока так соединяется. Гнилый. Так что, бобраковка. Почему у нас учебники остались все. Вот советские, да? А советская власть не принимала такой момент, чтобы можно было выбросить. Она принимала только, значит, вот именно объединить, увеличить. Надо было планы выполнять. А вот выбрасывать, говорилось, выбраковка за счет смены маток. Но это не получается. Только жесткая выбраковка в природе позволила пчелам выжить. Так и сейчас жесткая выбраковка не только матки, но и выбраковка рабочих особей дает положительные результаты. Вот на этом нужно обратить внимание. Никогда слабые не соединяйте. Селекция. А? Селекцию проводишь, оставляешь хорошую лучшую. Да, но не только селекция. Вот Кавказ, он очень болезненный. В нем болезни много, гнилит, все прочее. А как мне избавиться? Ага, видишь, это не наш Кавказ. Ее выкидывай, значит, ты выкидываешь и болезнь. Тут же именно очищаешь пасеку от болезни этим самым. А не будешь выбраковывать, будешь объединять. Ты просто будешь эту болезнь таскать в кучку собирать. Она ведь, знаете, отдаст обратный результат. Николай Федорович, вот многие начинающие, как бы, первый вопрос, как борьба с Ройенем, а юмб. Если бы хотели, я бы Ройенем мог рассказать путем. С Ройенем надо бороться, его надо, значит, сделать все, чтобы его было больше. Видите, какой взгляд? Это, кроме шуток. Борьба с Ройенем, это уничтожение в чем? Все, кто, вот я про нашу местность говорю, все, кто занимается борьбой с Ройенем, тот не получает мед. Кто Ройене, так сказать, способствует Ройеню, работает по принципу, чтобы Ройене было, так сказать, максимально на пасеке, чтобы, ну, 100%, так скажем, да, тот, значит, гарантирует себе мед. В нашей местности делать вот водки и все прочее, это все-таки от лукавого. Если на юге этот вопрос может быть рассмотрен, потому что там более длительный период потепления и все прочее, у нас нет этого времени. Слишком коротко, слишком все сжато. Ройене единственный способ накачать мед. Другого нет. Как бы ни пытались, как бы ни крутились, каких бы там хитростей не применяли, этого не достигнешь. Только Ройене может в нашей местности дать мед. Ну, это довольно-таки надо подробно рассказывать. Тут много. Надо всего. Один Ройене ушел незаметно. А? Один Ройене незаметно ушел, и мед его. Ну, я согласен, но сейчас... Это просто большая тема. Ну, сейчас Бипин, не Бипин, а да, АПирой, он работает таким образом, чтобы человек делать нечего. Подставил ушку, Ройене у него не туда залетели, у него помазал пальцем, они все забрали. Сейчас Ройене ломить не надо, они сами летят. Мазал я, сейчас они в шаге, а... Ну, я не знаю. Ну, вот у меня их вылетает примерно сотня, и ни один Ройене не улетел, так скажем. Ну, вылетают те, которые я просто спал. Один раз был такой случай интересный. В общем, было около 4 часов вечера, я пошел посмотреть телевизором, ну, на ТВ там маленькой погоду, знаете, прочее. Ушел, посмотрел телевизор, я помню, я прихожу, мне, наверное, через полчасика, сажусь под это. Я вон, как он, где сидел, вот. Тут шумит чего-то, я говорю, где тоже вылетает? Нет, не вижу. Шумит, вот. А уже снялся и полетел. Просто вот такой момент, когда ты, значит, ушел спать, ну, не больше я, я ушел. А так, в принципе, с опероем проблем нет в строении. Это никакой тут проблем нет. Это только кажется. Вся наша, вот, раньше наука была у нас все-таки, вот, часть, ну, она написала, писала с юга. Вот все эти научно-институты, все, ну, вот, в Краснодаре, значит, в Рязани это уже юг. А если взять Краснодар, это Сочи, где опытные станции были этих институтов. Это же тропики, так скажем, да? А они оттуда нам в книжках писали, как надо делать. Но мы под эти описания не подходим. Это слишком большая температура разница, временная разница. Там, допустим, период 8 месяцев, а у нас он только 6. Два месяца это бери-ка и дело. Вот, а у нас не хватает. А там вот водки работают, все прочее, потом с ними легче. Вот водки успевают развиться. У нас вот водок сделал, это значит, ты ничего не достиг. Там вот водок сделал маленький, он перезимует, потому что он облетелся там за зимой 5 раз. Я в Грузии был, где-то в декабре, наверное, месяца, на рынок пришел, и там пчел летает, с Семенграда, сок сосун. Это обычно я в ней летаю по цветам, все прочее. Ну, декабрь, ребята. А у нас-то не будут летать, у нас эти вот водки не переживают. А если вяжут, то они сломят, то они опять мне дали ничего на будущий год. А РОИ – это надежная вещь, которая-то работала не нами, а миллионами лет. И нам ее отказываться нельзя. Я даже больше скажу, куда все в хозе, это же тоже была пасека большая, и РОИ было ломить невозможно, делал отводки и все прочее. Но мед-то я особо не получал. А когда плохо стало, когда, значит, стали зарплаты плохая, смысл не было уже, чем заниматься, все разваливалось. Ну, я там в одном месте оставил, значит, РОИ, вот-вотки не встал, в одном месте РОИ поймают. И у меня на удивление получил мед. В разу больше, чем получал я. Почему? Это РОИ дали. РОИ работает агрессивно. Дело не в агрессивности. Дело не в агрессивности. Ну, как вот, так сказать, вот если делаешь отводок, отводок, то ты никогда не угадаешь, вот, что стал, встал с вули пчела, и что ты в другой. Ты никогда не угадаешь. Или сюда много натряхал, или тут много стало, слетел сюда, и где-нибудь, да, расплод будет, так сказать, мучиться. Или он подзастынет, все прочее, сейчас ее выбрасывают. Вот. И, значит, получается, что ты должен постоянно следить, все прочее. Но ты только зрительно следишь. А что внутри-то его мы не видим, в принципе. Мы так думаем, все нормально. А на самом деле, расплод-то застыл, и, значит, болезни появились, и все прочее. А РОИ, оно сильно чем? Что в плохую погоду РОИ не вылетают. И поэтому, когда РОИ не идет, плохая погода им не страшна. РОИ, ну, как бы, подогревает те, РОИ, РОИ, ПЧЕЛЫ, подогревают те, тех, которые были, значит, нераевыми. А хорошая погода наступила, РОИ уходит. Уходит, у ее расплода нет. На новом месте он вырастет расплод ровно столько, сколько позволит ему погода и нектар. А здесь, значит, пчел тоже останется ровно столько, сколько не могут обогреть. Это же отработано не нами, природой. А мы пытаемся этот процесс представить именно вот, ну, бесшабашным делением. На юге это срабатывает, там температура выше, чем у нас. У нас весной очень холодно, ночью большие росы, и все отводки страдают до страсти. Мы не получаем от них доходы и никогда не получим. Это климатические условия, и мы их должны, так сказать, учитывать. Скажите, а на зиму кормите? Песком. Кормить, да? Нет. Пуками я бахмеловал. У него хороший зимовый, теплый, где плюс 4, плюс 6. Поэтому ему беспокоится там апатия, о чем-то не приходится. Они спокойно там зимуют и лишнего не съедают. Мед, все-таки, это не сироп, это разница. Ну, тут, так сказать. Ну, сейчас я говорил о том, что медородственные растения, так сказать, обеспечивают жизнь пчелам на протяжении всего летнего сезона. Но если рассматривать глубже, то нектар, который они несут и который они будут скармливать своим деткам, так сказать, расплоду, то этот нектар и сироп, который мы даем, это две разные вещи. в нектаре содержится глюкоза, фрукотоза, а в сиропе сахар. Это разные вещи, уже при химических составах. Но в нектаре содержится пыльца, которая в том или, допустим, в мае ее много. Вот в нектаре мая пыльцы много. Там все направлено на то, чтобы было много маточного молочка, чтобы было много, значит, возможности вырастить расплода. В июле там ее нет, потому что там не нужен расплод вот этой пыльцы. А мы, ежели будем кормить сахаром, то мы сами того не желая поставим что в условии, куда они будут есть мед или сироп, который не содержит пыльцы. Он ее запечатал и все прочее, но потом они начинают в мае есть, а пыльцы там нет, значит, они не дадут нам столько расплода. А нет пыльцы, ведь маточный молочко это пыльца. Некоторая пыльцу не дает, пыльцу дает, давайте это, маточный молочко дает только пыльца. А если в меду нет пыльцы, откуда они возьмут, значит, вот это не учитывается это. Мы видим, что они перезимовали лучше, пчелы и все прочее, но они ослабли и они не смогут на этом корме вырастить хороший расплод. И это мне кажется, меня всегда выручало, что песок хочет в другой раз, но я так как-то сдерживался и я ни разу не прогадал. Это ошибочное явление, что песок это выход. Ну, куда конечнуло. Вот был у меня такой случай. Один год откачал магазины, неплохо наносили, а занимался я пчелами, другие, сено, картошка. Вот пришел куда-то собирать зимой, значит, ну, не зимой, осень пришел, значит, где-то, наверное, в сентябре собирать, а у меня там хрен два, меда-то в расходных рамках нету, вот, ну, чего, что делать. Наверное, было штук сорок их, туда-сюда стал кормить песком. Стал кормить, я же это история, я два-три уля вместе вырезаю и прямо вот вырезаю рамки, это, из рамок и ложу комками, вот так вот, бугорок наложил, что, встряхнул все, в общем, из сорока сделал там восемнадцать, ну, что, больше у меня выхода не было, вот, все оставил. Они так вот лично перезимовались, с чем это связано, я не знаю, но перезимовались прекрасно, на будущий год у меня больше сорока осталось, не знаю. Какой улья вы считаете лучше? Конструкция, если вы не знаете, для нас это, конечно, лежак. Сколько? Лежак это не имеет значения, хоть сорок, хоть двадцать, это лежак, потому что, вот, развивать кверху слишком холодно, они, так сказать, у нас температура не позволяют, а в лежаке удобно работать, раз, и потом, вот, посмотришь, южные ролики, они берут рамку и выстрелы около улья, но если я выстрелы около улья, у меня в траву матку летел, я ее не вижу, вот, а у них там авторамы-то нет, там на юге, там пасек, так, почищен, а у нас трава, все прочее, и в лежаке, гораздо легче понять, что нужно сделать, все рамки видишь, их расставил, видишь, ага, вот, надо сделать, а когда у меня кверху, сложно, не та температура, север, это все-таки лежак, это сто процентов, у вас лежаки, да, ну, конечно, и вы заносите в зимовник? нет, ну, для зимовника я сделал маленькие, ну, на 10 ульишков лежаки, ну, не буду сделать 20 грамм, ну, на целом лежак, какая разница, то есть, вы их перекладываете, что ли, каждый раз, прежде чем занести, конечно, как же, ну, вот он, вот стоит лежак, так, на нем, допустим, 20 рамок, ну, я отобрал намет, все прочее, малометка, 8 там, вот там, 10, 10 рамок, да, я подношу малинкули, и у него уже, куда же практически, расплод весь вышел, я перекладываю, раз, раз, ну, 7, 8, 6, остальные 3,5 на ткачку, и вот эти уже малинкули, я обрабатываю биплином, а он, значит, ну, идет зимой, ее легко нести, все прочее, весной, я ее вынес, его объема хватает, до половины мая, прекрасно, он уже не раз, потом уже в половине мая, куда уже начинает тепло, пересадываешься, снова, в лежаке, он развивается прекрасно. Ну, это надо здоровье иметь, здоровье. А на что здоровье? Это маленький вообще. Ну, с обозицией, это так, или по лозике. Нет, это так кажется. Если лень меня подолевает, когда переставляешь весной, из маленького в большой, ну, магазин у вас есть? Ну, конечно, а как? Сколько там, это один? А маленький, это лучше бы вот этот, теплый, пластиковый. Вот это красота. Зачем, если 4 градуса в зимовнике, зачем? А у него тележечка специальная. Нет, ну, это вот, ну, маленький улья, именно сделан, с тем, чтобы в зимовнике больше убирался, и легче было работать. Вот эта проблема. Раньше, когда их не было, за скальними жаль. А? Ну, есть на 9, есть на 10. Вот она. Стенка какая? Стенка? Да, любая. Стенки не имеет значения. И фанеры, и все одинаково, что 50. Вот раньше улья делали, у них 50-60 дно. Сейчас вы интернеты видите, там сетка. И живут. Зачем это дно было делано? Это от ума большого. Вот сейчас мы стараемся оторвать всего эти дно. Улья сразу, чуть не в два раза, легче. Оно не нужно, абсолютно. Ведь в природе-то у Дупла-то не было дна. Они жили, без нас, ничего. А мы им придумали дно. «Земля». 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 «Там холода нет». «Ну, я знаю, там что есть, но надо там точно нет». «Скажите про свой вереск. 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 «Вереск». «Можно просто. Вереск». «Вереск». «А есть он, да?» «А как он выглядит?» «Есть он?» «А как он выглядит?» «Так, а что не выстрел?» «Да, да, это...» «Вот вереск. Вот он, Вереск. Вот такой он. «А понюхать можно?» «По кругу пустите. Банка вернется». «За разом». «Записай». «Триста рублей, Иван Апаш. «До благотворительности я не сказал, «Бляков, да». «Договори». «Триста рублей, да». «Игорь, теперь ты пусти тогда». «Да». «Нет». «Спасибо». «Спасибо. «Слушайте, мне надо понюхать не дать, что ли». «Вообще, Банка...» «Зачем, проблема в чем?» «Вообще, я не буду рассказывать». «Его носят в августе, куда уже вот...» «Нынче он сильно поддержал нас». «А в августе он дал». «Бор куда сгорел?» «Вереск растет в буру». «И вот по этим пужащим много вересков получилось». «Таскают его в августе, до сентября примерно». «Но его выкачать не ткачаешь». «Если он вылетает, если он с другими, «Нектаром каким-то смешаный», то он вылетает таким красными, как вот красная икра большая бывает. Знаете, искусственная икра рыбья. Вот такие же шарики вылетают. А так вот уже, вот куда холодно, ее просто-напросто мы ложкой сдираешь с рамой, с одной стороны, с другой. Потом через сит он опять же не проходит. И вот ее ложкой продавишь немножечко. Он получается очень... В нем получается много воска, потому что все это сдираешь. Не ткачешь, а сдираешь. Вот. Ну, мне он лично вот это... Ну, не дает что-то какое-то преимущество. Некоторым нравится. Ну, я считаю, что он легкий уж. Я, наверное, у них главный потребитель. Потребитель вереска. Нет, меньше довольно-таки много. Он горьковатый и малейный пожар. По всем мире. Все. Николай Раджи, большое спасибо. На здоровье. Хорошая дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...